Спорт живет и во мне, и в теле, и горит олимписким пламенем. Почти 700 спортсменов из 10 муниципалитетов соревновались в выходные в свободном. Город принимал Спартакиаду седьмой раз. Это были финальные игры. До этого в течение года состязания по отдельным видам спорта среди команд городов проводили в разных уголках Преамурия. Не забирались разве что на самый север нашего региона. Где Спартакиаду проведут в следующем году пока неизвестно. Сейчас объявлен конкурс среди муниципалитетов. Сегодня, вы приехав сюда со своих городов, еще раз подтверждаете то, что Спартакиада объединяет города, открывает новые звезды в спорте. Войне приятно, что 20-ю Спартакиаду юбилейную принимаем мы на территории города. Свободный седьмой раз принимают участников Спартакиады. Я думаю, что вы по достоинству оцените наше госсеприимство. Спартакиада длилась в течение трех дней. Участники соревновались в нескольких видах. Волейболе, баскетболе, минифутболе, легкой атлетике. Четыре по сто бежали девушки и мужчины. В обоих забегах быстрее всех оказалась сборная областного центра. Сборная команда города! Великолепно! Самое сложное было отработать финиш, наверное, чуток, потому что видел, что соперники догоняют. И нужно было чуток прибавить. Торжественно на Свободенском стадионе открыли Спартакиаду и наградили двух мастеров спорта. Удостоверение и знак мастера вручили Юлии Котовой и Роману Кузнецову. Последний, кстати, является рекордсменом при Амуре по легкой атлетике. Рекорды, как говорят организаторы, участники бьют почти каждую Спартакиаду. Установлено пять рекордов в гиревом спорте и в легкой атлетике. Вот сегодня вы стали свидетелем одного из рекордов в Спартакиад. Значит, есть еще рекорд в толкании ядра мужчин. Три рекорда в легкой атлетике. Еще один рекорд у сборной областного центра. В общекомандном зачете благовещенцы в 20-й раз стали самыми спортивными среди амурских муниципалитетов. Второе место у спортсменов из Зей Бронза у Белогорска.